приветствую друзья с вами на связи александр у меня есть немного времени и покажу вам сейчас одно упражнение простое но как всегда полезное направленное на развитие синхронной игры пальцами правой руки в следующих связках п и п м п а это упражнение на слух очень похоже на перебор шестерка то что называют или если выражаться более грамотным с музыкальной точки зрения языком арпеджио на 6 восьмых когда мы цикличем точно защипываем по очереди нужные нам струны вы можете когда сейчас будете исполнять упражнение я вам его покажу через несколько секунд в уме проигрывать этот перебор шестерку и тогда вам проще будет исполнить это упражнение как всегда в предыдущих упражнениях мы зажимали аккорд ми минор то же самое сделаем и в этом упражнении и забудем про левую руку чтобы не отвлекаться а здесь мы играем следующим образом вот посмотрите как звучит у нас перебор шестерка арпеджио на 6 восьмых а сейчас мы играем это упражнение видите добавилось объема а размер остался тот же самый 6 восьмых упражнение это играется следующим образом мы одновременно защипываем шестую с четвертой струной соответственно большими указательными пальцами посередине как вы видите между этими струнами остается пятая струна дальше мы играем в связке пятую вместе с третьей струной четвертую со второй третью с первой и возвращаемся четвертую со второй пятую с третьей и шестую с четвертой струной вот таким вот образом на что следует обратить внимание первый момент обязательно нужно играть тиранда то есть ни в коем случае не оставляйте пальцы на соседних струнах аккуратненько играем не без опоры то что называется не задевая соседние струны и в частности ту струну которая находится между защипываемыми струнами второй момент старайтесь играть таким образом чтобы у вас кисть не скакала как цыпленок по лужайке то есть играем аккуратненько основное усилие посылаем на атаку пальцами которыми исполняем это упражнение и следующий момент когда вы будете играть если у вас пальцы будут подушечками соприкасаться на короткое время друг с другом это нормально такие маленькие как бы поцелуйчики получаются вот поиграть это упражнение и потом переходите к следующей связке играем уже пальцами пм то же самое мы здесь сохраняем тот же принцип играем тиранда то есть не останавливаем пальцы на какой-либо струне в сторону пальцев все отводим второй момент старайтесь чтобы кисть сильно слишком не скакала и еще вот когда вы играете в этой связке пальцы уже не соприкасаются это связано с тем что большой и средний пальцы расположены физически на большем расстоянии друг от друга чем большой и указательный пальцы и наконец последняя связка когда мы играем пальцами п и а по тем же самым струнам с которых и начинали играть это упражнение вот таким вот образом получается у нас связка п и п м и п а думаю что это упражнение очень сильно пригодится в плане развития технических навыков и в игре на гитаре правой рукой если вы для себя подчеркнули что-то полезное обязательно ставьте лайки этому видео подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны и делитесь этим видео социальных сетях со своими друзьями а мы с вами увидимся в следующем видео ролике пока